Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг», на связи со студией «Фридом». Сергей, добрый вечер. Сергей. Слава Украине, слава вооруженным силам. Здравствуйте, коллеги, добрый вечер. Добрый вечер. Первым слава. Сергей, пока вы не подключились к нашему эфиру, мы озвучивали информацию о том, что вышел в море ракетоноситель, называется он «Адмирал Макаров», залп 8 крылатых ракет-калибр. Уже достаточно давно не было новостей о носителях калибра в Черном море. Что это за корабль? Это что-то какое-то новое судно сейчас Российская Федерация начинает использовать? И говорит ли это о том, что может готовиться очередной обстрел территории Украины? Вообще сегодня с утра было 4 ракетоносителя, 32 калибра. Были готовы носить все ракетные удары по территории нашей страны. В любом случае калибры сбиваются, сбиваются нашими воинами противовоздушной обороны. К 11 часам ситуация немножко изменилась. Уже таких ракетоносителей оставалось 2. Действительно, фрегат «Адмирал Макаров» — это тот судно, та боевая единица Черноморской флотилии Российской Федерации, которая на самом деле готовится, я думаю, к затоплению. Потому что уже атаки на этот фрегат были, они не совсем оказались пока временно удачными. Я думаю, что как раз у «Адмирала Макарова» все впереди. Потому что это тот самый «Адмирал», который в истории Российской недоимперии, а неплохо учат свою историю, в том числе прославился не совсем удачными деяниями на морях и океанах. Поэтому судьба предрешена. Вопрос только времени, когда это может случиться. Россия сегодня активно задействовала корабли в акватории Черного моря. Но, как говорят, есть нюанс. Нюанс в том, что, во-первых, ракеты-носители большая часть находятся в порту Новороссийск, не Севастополь. В Севастополе там буквально один-два ракеты-носителя. Ну и, соответственно, база снаряжения ракетами «Калибр». Собственно, Новороссийский 7 на сегодня, на утро. И в основном они там и находятся из бухты, практически не выходят. Но вот единственное, что сегодня мы решили продемонстрировать, что они еще остаются как минимум на году. Есть у них определенный запас топлива. И, собственно, показали о том, что пока еще Черноморское флотиле Российской Федерации существует и находится в море. Такая ситуация оперативная на эту минуту. Сергей, также регулярно мы сообщаем о атаках дронами, о шахедах, которые раями летают над Украиной с оккупированных территорий юга, из Крыма. Сейчас какие цели у противника? Что он хочет выяснить? Чего добиться этими дронами? Действительно, интенсивность немножко возросла. Потому что сегодня, например, было 45 дронов по всей территории Украины. Основной удар снова по южным регионам нашей страны. И у нас уже есть такая определенная формула по южным областям. Я сейчас не буду ее озвучивать, чтобы брак не получил эту информацию. Они должны действовать так, как предписывают их алгоритмы. Но, тем не менее, прекрасно понимали, что очередной удар состоится. Он действительно состоялся. В этот раз основной удар приходился по Николаевскому региону. Это Ачаховская громада. Это непосредственно город Николаев. В то же время нашей силы противовоздушной обороны по Николаеву было уничтожено 18 шахедов. Предыдущая ночь уже была за Одессой. Мы сбивали больше. Сейчас в эту ночь предыдущую 4 шахеда. И, собственно, Херсон, Кировоград, Винница и Днепропетровская область по одному шахеду тоже было уничтожено. Вообще сегодня довольно неплохой показатель. 88,9% результативной сбития. Это как раз ответ тем скептикам, которые утверждали, что система ПВО Украины уже не могла сбивать достаточное количество шахедов. При том, что был массовый налет. Что остается целью для этих налетов и для этих атак? Прежде всего, мы говорим, если по одесскому региону, это наше Придунавье, это порт Измаил, это порт Ирине. Соответственно, это наш дунайский кластер, потому что это тот логистический путь, который сегодня очень активно работает на Европу. И, соответственно, выполняет те задачи, которые необходимо решать для Украины как для воюющей страны и для укрепления нашей обороноспособности. Соответственно, это Одесса, это портовая инфраструктура, припортовая инфраструктура, это гражданские объекты прежде всего. Хотя враг декларирует о том, что якобы он атакует объекты военно-промышленного комплекса. Но если объекты военно-промышленного комплекса, это то, что случилось, к сожалению, в Харькове, или это то, что происходило предыдущую ночь в Одессе, и вот снова в Николаеве был прилет, в том числе и повреждены жилые дома, то, понятное дело, что Россия, как всегда, врет и пытается использовать дроны-камикадзе, так же, собственно, как и ракеты, для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам. Тут еще не надо не забывать о моральном аспекте. Понятное дело, что для населения такие удары, они вызывают чувство тревоги. Это вполне объяснимо. С другой стороны, паники нет. Мы об этом можем говорить. И еще раз скажу о том, что эффективно работает наша система противовоздушной обороны. Сегодня мы говорим о том, что, например, активность наших мобильных огневых групп, она очень высокая. Результативность сбития доходит до 50% от того, что можно сбивать по шахедам, хотя враг пытался и пытается, во-первых, изменять маршруты. Вот, например, ночью летела в сторону Измаила, потом резко меняется курс, меняется маршрут, и шахеды полетели уже на Киев. Пытаются запутать наши мобильные огневые группы, пытаются уходить от каких-то дорог, от даже бунтовых дорог, для того, чтобы проходимость транспорта была намного ниже. Ну и море, конечно, использует водную гладь для того, чтобы системы противовоздушной обороны не могли своевременно выявить эти шахеды. Ну и плюс еще и акустика. Конечно, работаем по акустике для того, чтобы поражать такие цели. Сергей, мы уже понимаем прекрасно, что наш враг достаточно смелый воевать с мирным населением, с гражданской инфраструктурой, если говорить подробнее о том, что происходит на фронте. Начальница объединенного координационного пресс-центра силы обороны Юга Украины Наталья Гуменюк говорит о том, что все тяжелее и тяжелее находить оккупантам личный состав для штурмов плацдарма силы обороны Украины на левом берегу из-за нехватки бронетехники. В том числе, я так понимаю, делается у них там ставка на мясные штурмы. Какова там сейчас ситуация? Очень часто генеральный штаб говорит о том, что продолжают украинские силы обороны расширять плацдарм. Что мы сейчас можем сказать о том, какова там ситуация и каких обстоятельствах РАХ находятся? Ну, во-первых, ситуация остается очень сложной, потому что удерживать плацдарм на левом берегу – это задача, мягко говоря, непростая. Потому что, вы прекрасно понимаете, логистика находится под гневым воздействием врага. Это то, что необходимо переправить с правого берега, плюс еще эвакуация с левого на правый берег наших раненых и, к сожалению, погибших по-братиму. Соответственно, это делать очень сложно. Что касается самого плацдарма, сейчас генеральный штаб, прежде всего, говорит о том, что враг не оставляет и не прекращает усилий для того, чтобы эти плацдармы уничтожить. Это район населенного пункта Крынки. Напомню, что этот плацдарм, он растянут по фронту, как минимум до 12 километров. Это расстояние от одного края села Крынки до второго. То есть мы прекрасно понимаем, насколько эта линия обороны сегодня растянута, что создает трудности и в том числе для врага. Группировка Днепр, в которой поставлена задача уничтожить плацдармы вооруженных сил Украины на левом берегу, сегодня в своем составе насчитывает много не мало, 77 примерно тысяч личного состава. Сегодня группировка Днепр получает в том числе и боевую технику, и за несколько крайних дней и недель пополнила свою, скажем так, бронированную ударную силу, ну, примерно до 100 единиц бронированной техники. Речь идет о танках, речь идет о БМП, бронетранспортерах, артиллерии. Вот, кстати, артиллерия. Тут надо снять шляпу перед нашими артиллеристами, потому что контрбатарейная борьба с правого берега происходит очень активно и, самое главное, эффективно. Каждый день уничтожается несколько единиц ствольной артиллерии, что, конечно, снижает боевые способности противника. Ну и, собственно, FPV-дроны, конечно, это то, что помогает сегодня создавать, понятное дело, не купол над головами наших защитников на левом берегу, то, по крайней мере, контролировать ситуацию с так называемыми мясными штурмами. Хотя, действительно, сегодня мы говорим о том, что определенным образом снизилась интенсивность вот этих штурмов. Это и моральное состояние, конечно же, тех подразделений, которые находятся на этих направлениях. Во-первых, Аватарейка — это тот большой урон, который наши вооруженные силы наносят подразделениям противника. Собственно, что сейчас враг предпринимает и делает на это ставку? Ну, во-первых, враг получил определенный дедлайн для того, чтобы выполнить задачи по Авдеевке и по Плазарму на левом берегу. Вот тут можно сравнить две эти локации. Есть определенные сроки и сроки до озвучивания бункерным дедам послания к федеральному собранию. Вот так сегодня звучит эта задача. Поэтому будут атаковать, будут давить. И сегодня пытаются использовать тактическую авиацию для того, чтобы наносить удары авиационными бомбами. То есть, исходя из всего этого, что я перечислил, можем сказать о том, что ситуация действительно является чрезвычайно тяжелой для наших бойцов, тем важнее говорить о их мужестве, о их героизме, о том, что сегодня они выполняют задачу, которую, я уверен, не могла бы выполнить ни одна другая армия мира, включая российскую. Сергей, в заключении вы уже упомянули о том, как Одесса переживает вот эти нашествия дронов, шахедов российских, как отбивают их наши воины. Не чужой для вас регион. Иван, давайте вспомним, как ситуация сейчас в Одессе, в Одесской области, что происходит, как люди себя чувствуют. По гражданским людям, понятное дело, что все это обсуждается, что люди не забывают, что такое война, слава богу, потому что необходимо работать и городу, и региону, на обороноспособность нашей страны. Но есть еще один такой пример. Наше подразделение, Украинская добровольческая армия Юг, в том числе принимает участие в силах обороны, как раз выполняет задачи по противодействию дронам Камикадзе, шахедам. Ну, скажем так, что сегодня у нас стало намного больше желающих поработать и послужить в нашем подразделении. Это вот такой здоровый интерес. Люди хотят защищать свой дом, хотят защищать свое небо. И это хороший ответ на то, что сегодня враг пытается против нас задействовать. Мы также сообщали о важном событии конца января, о ударе по аэродрому Бильбек украинскими военными. Это ухудшит способность россиян координировать воздушную активность в Черноморском регионе, сообщает Министерство обороны Великобритании. Мы замечаем уже сложности в этом смысле для врага? Ну, тут надо говорить о том, что эти сложности замечают прежде всего российская авиация. Я думаю, что это ощущается для них 100%. Ну и, конечно, мы благодарим Министерство обороны Великобритании за то, что в том числе изучают наши материалы и наши аналитики. Что ж, спасибо вам большое, Сергей. Благодарим за участие в... Тихой вечер, тихой ночью. Да, всем нам. Взаимно. Спасибо, Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, был гостем этой части эфира. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова